Можно ли потрогать другую вселенную? Вопрос может показаться крайне странным, особенно учитывая то, что в основных вариантах мультивселенной другие вселенные, как правило, просто очень далеко. И тем не менее, существует еще один вариант мультивселенной, для которого этот вопрос очень даже уместен. И рассматривается этот вариант в контексте так называемой космологии Бран. И если эта идея верна, то, возможно, мы живем в еще более интересной и даже странной вселенной, чем нам кажется. Сейчас теоретическая физика в некотором смысле сильно обгоняет экспериментальную. Идеи ученых убежали далеко вперед, и у нас пока нет возможности проверить многие из них экспериментально. Но это не значит, что к ним нужно относиться так же, как ко всяким псевдонаукам, вроде электрической вселенной, о которой я рассказывал в недавнем видео. Гипотезы и теории ученых могут звучать для обычного человека совершенно невероятными, однако в отличие от псевдонауки, они обладают математическим аппаратом, и есть возможность, хотя бы принципиально, многие такие идеи проверить. Пусть и не прямо сейчас. И вот космология Бран во многом будет звучать как научная фантастика. И при этом есть определенная вероятность, что мы живем в такой вселенной. И в будущем сможем узнать, так ли это. Чтобы разобраться в этой теме, сегодня придется немного поговорить о теориях струн, о видах мультивселенной и не только. Так что, действительно ли мы живем в четырехмерном подпространстве, рядом с другими вселенными, в гигантском многомерном пространстве? Обо всем этом сегодня и поговорим. Ну а я Андрей, и вы на канале Космос Просто. В последнее время слово мультивселенная в популярной культуре звучит достаточно часто. Но думаю, что многие люди, когда смотрят такие фильмы, под словом мультивселенная понимают просто, ну, есть много вселенных. А вот о структуре, устройстве, где эти всевселенные находятся и так далее, не особо задумываются. Когда же ученые используют это слово, тут уже нужно уточнять, какой именно из вариантов мультивселенной обсуждается. В целом я об этом уже достаточно подробно рассказывал в моем видео о мультивселенных. Но именно тот вариант, о котором мы говорим сегодня, я там не затрагивал. Давайте кратко вспомним некоторые варианты мультивселенной. Космолог Макс Тегмарк предлагает классификацию, в которой есть 4 уровня мультивселенных. Мультивселенную первого уровня, пожалуй, проще всего уложить в голове. Хоть мы часто и говорим, что вселенная может быть бесконечной, наша наблюдаемая вселенная вполне себе конечна. Та часть вселенной, которую мы принципиально можем увидеть. Ведь наша вселенная существовала не всегда, и скорость света конечна. А значит, с момента начала расширения вселенной, свет до нас мог успеть дойти только из определенных областей. Значит, мы живем в центре пузыря наблюдаемой вселенной, которая ограничена горизонтом частиц, за который мы принципиально заглянуть уже не можем. И для нас то, что там за этим горизонтом, считай, что другая вселенная. Попасть туда мы все равно никак не сможем. Что там на самом деле мы не знаем, но вероятнее всего там дальше продолжается та же вселенная с такими же свойствами и физическими константами. У другого наблюдателя, если он существует, который находится за пределами нашей наблюдаемой вселенной, будет свой пузырь. И множество таких достаточно условных пузырей, ведь они зависят от наблюдателя, это мультивселенная первого уровня. Мультивселенная второго уровня хитрее. Тут нужно допустить существование гипотетического инфлатонного поля. Об инфляции я рассказывал недавно подробно в отдельном видео. Сегодня считается, что в начале нашей вселенной был период инфляции, когда вселенная за невообразимо краткий миг очень сильно расширилась. После чего она продолжила расширяться уже в нормальном режиме. А вот концепция мультивселенной второго уровня подразумевает бесконечную инфляцию. То есть в нашей вселенной она закончилась и образовался наш пузырь вселенной. Но в инфлатонном поле она продолжается. И там могут возникать другие пузыри вселенных. Эти вселенные даже уже не являются просто областями одного и того же пространства, только находящимися очень далеко друг от друга. И тут в таких вселенных уже могут быть мразные условия, физические константы и так далее. Мультивселенная третьего уровня уже основана на многомировой интерпретации квантовой механики. Тут речь идет о квантовых эффектах и о том, что в некоторых случаях, когда происходит волновой коллапс функции, создаются новые вселенные. Здесь речь не идет о том, что каждый раз, когда принимается какое-то одно решение, создается вселенная, где вы приняли другое решение. И существуют вселенные со всеми возможными развитием событий. Нет, тут не так все экстремально, но все же не менее странно. А в мультивселенной четвертого уровня? Там уже даже не пузыри в инфлатонном поле, а вселенные с принципиально другими законами физики, существующие за пределами пространства-времени. В первых двух случаях хотя бы можно как-то визуализировать, где эти вселенные находятся, а в третьем и четвертом это уже сделать сложнее. И вот в еще одном варианте параллельных вселенных в космологии Бран тоже можно хотя бы попытаться представить, где другие вселенные находятся и даже как они могут взаимодействовать между собой. Космология Бран связана с теориями струн. И теперь нужно немного поговорить о них. Удивительно, что уже за 7 лет существования моего канала у меня до сих пор не было ни одного видео, полностью посвященного теории струн. Наверняка многие из вас так или иначе в курсе некоторых базовых элементов теории струн. Вроде кучи дополнительных измерений, собственно, самих струн. Сейчас детально закапываться в это мы не будем, но кое-что вспомним. Один из ключевых моментов для понимания того, как работает вселенная, это знание о том, из чего все состоит. Мы, например, состоим из молекул, молекулы из атомов, в атоме электроны и ядро атома, которое состоит из нейтронов и протонов, а протоны и нейтроны из кварков. И пока все. Естественно, это не вся картина, но в этом контексте уровня ниже кварков мы не знаем. Являются ли они фундаментальными строительными блоками вещества? Или есть уровни еще ниже? Здесь уже начинаются гипотезы и теории. И, собственно, теория, или теории струн, это одна из попыток описать мир на еще меньшем масштабе, чем кварки. В стандартной модели частицы могут рассматриваться как точки. Теория струн же предполагает, что все частицы на фундаментальном уровне представляют собой одномерные объекты, подобные струнам, которые могут вибрировать с разной частотой. И вибрации с разными свойствами в итоге проявляются тем, что мы видим как частицы с разными свойствами. Еще веселее то, что вибрируют эти струны в шести, а то и в семи дополнительных измерениях. Без контекста это все, конечно, звучит супер странно, но идеи уже не первый десяток лет, и она пережила две так называемые революции. И работать над той или иной ее формой продолжают до сих пор. Логичный вопрос. Зачем? К чему такие заморочки с какими-то там струнами и кучей дополнительных измерений, которые представить-то сложно? Но на самом деле причин немало. И причины эти очень серьезные. Если посмотреть на стандартную модель элементарных частиц, у нас тут всякое. Кварки, лептоны, частицы-переносчики фундаментальных взаимодействий, разные заряды, разные свойства, нехватающий гравитон и так далее. А вот если представить, что все это проявление одного и того же объекта, просто по-разному вибрирующего, как будто выглядит поэлегантнее. Самый частый ответ на вопрос, зачем нужна теория струн, это ее кандидатура на роль так называемой теории всего. Напомню, что сегодня существует две успешные теории, описывающие Вселенную на разных масштабах. Квантовая механика описывает мир невообразимо малого, а общая теория относительности описывает большие масштабы. Но вместе они работать не очень хотят, и поженить их успешно пока не удается. Не удается создать квантовую теорию гравитации. Не удается объединить все четыре фундаментальные взаимодействия – гравитацию, электромагнетизм, слабая и сильная. И непонятно, почему из всех этих взаимодействий гравитационная – самая слабая. Если, например, сравнивать гравитацию с электромагнетизмом, то она слабее на десятки порядков. Известный пример. Маленький магнит легко удерживает монетку, при том, что на нее с другой стороны действует притяжение целой планеты. Такая огромная разница действительно является проблемой. И мы об этом еще сегодня поговорим подробнее дальше. Ну и теория струн рассматривалась, или рассматривается, как кандидат, который мог бы эти проблемы решить. Пока, правда, экспериментальных подтверждений теории струн нет. А такое количество измерений нужно для того, чтобы работала математика. Надо сказать, что теория струн вообще не одна, а их пять. В общих чертах они похожи, но в деталях отличаются. Все они обладали десятью измерениями, одним временным и девятью пространственными. Три из которых привычные нам макроскопические измерения – вперед-назад, вправо-влево, вверх-вниз. И шесть макроскопических скрученных. В 1995 году Эд Виттон показал, что пять существующих теорий связаны, и они могут быть версиями одной, более фундаментальной версии теории струн, но в которой уже одиннадцать измерений, десять пространственных и одно временное. И это уже положило начало так называемой М-теории. Точно неизвестно, что означает М в названии теории, но одна из версий, что это первая буква в слове «мембрана». А «браны», которые я упоминал ранее, это просто сокращение от слова «мембрана». Вот мы и подобрались к «бранам». Известный физик и струнный теоретик Брайан Грин в своей научно-популярной книге «Скрытая реальность. Параллельные миры и глубинные законы космоса» рассказывает о том, как он, когда начинал изучать теорию струн, задавался вполне логичным вопросом. Вот если теория струн подразумевает большее число измерений, то почему сами фундаментальные объекты, струны, всего лишь одномерные? У них есть лишь одно измерение – длина. Почему нет двух, трех, пяти, девяти мерных струн? И в разные моменты истории теории струн на этот вопрос люди отвечали по-разному. В 80-х ответ был такой – самих измерений, да, больше. Но вот если пытаться описывать математическими методами того времени фундаментальные объекты с большим количеством измерений, математика переставала работать, и ответы выходили бессмысленными. Но сейчас ответ уже был бы совсем другим. Ведь были обнаружены новые, более хитрые объекты. Ну, точнее, как обнаружены. На самом деле, пока в реальных экспериментах их, конечно, никто не видел. Однако были придуманы новые математические методы, в которых фундаментальные объекты больших размерностей уже не приводили к бессмысленным ответам. И теперь получается, что объект с нулем измерений – это точка. Объект с одним измерением – это струна. Объект с двумя измерениями – то есть своеобразный лист – это мембрана. Отсюда, собственно, и сокращение брана. А далее трехмерный объект – это три брана, пятимерный – пять брана и так далее. В таком виде струна – это уже не единственный фундаментальный строительный блок, а лишь один из многих. Одномерная брана. При этом браны больших размерностей тоже могут вибрировать. Все-то, конечно, замечательно, но одна из главных проблем теории струн – это отсутствие на данный момент каких-либо экспериментальных проверок. И сложность тут во многом заключается в том, что струны, в теории струн, объекты невообразимо маленькие. И чем меньше объект мы пытаемся рассмотреть, тем больше нужны энергии. И для того, чтобы хотя бы в теории можно было обнаружить такой объект, как струна, нужны инструменты, например, ускорители частиц, энергия которых намного порядков выше, чем у того же Большого Адронного Коллайдера. В общем, нам пока это недоступно. Но все же теории допускают и то, что струны и браны не обязательно должны быть маленькими. Энергия отдельных частиц вроде кварков небольшая. Вот и энергия струн, воплощением которых кварки являются, тоже небольшая. Но вот если энергии будет больше, то и размер может быть больше. Ну и в более современных версиях это может касаться не только струн, объектов одномерных, но и объектов больших размерностей. Браны могут быть не просто большими. В обычном контексте теории струн большой – это даже доли миллиметра. А действительно огромными. Здесь и появляется удивительная идея, что вся наша Вселенная – это брана. Точнее, не какая-то брана, а именно три брана. Ведь мы живем во Вселенной с тремя макроскопическими пространственными измерениями. И она как бы полностью заполняет собой пространство нашей Вселенной. Как пишет Брайан Грин, тогда о такой три бране можно говорить не просто как о трехмерном объекте, который находится где-то в пространстве, а он составляет основу самого пространства. Я не раз говорил о том, что в современной науке пустота космоса – это не просто пустота. Даже в самом пустом участке пространства, откуда удалили бы абсолютно все вещество, остаются поля, квантовые флуктуации. Так вот, если смотреть на нашу Вселенную как на три брану, то получается, что само пространство – это не пустота, а некий объект. В общем, такой сценарий, в котором мы живем на бране, достаточно предсказуемо называют миром на бране. И у этого есть несколько интересных последствий. Во-первых, что таких миров может быть много. Об этом мы еще поговорим чуть дальше. Или вот еще. Такой взгляд на устройство Вселенной может помочь решить одну из главных проблем современной физики, которую я упоминал ранее – невероятная слабость гравитации по сравнению с другими фундаментальными взаимодействиями. В принципе, слабость гравитации уже пытались объяснить тем, что, возможно, она на самом деле работает в большем количестве измерений. И, мол, если учитывать все измерения, она на самом деле мощнее. Но в наших трех выглядит слабее. Как это работает в мире на бране? Во-первых, для начала нам нужно сделать понятнее визуализацию три браны. И, как это часто бывает в подобных случаях, прибегают к некоторым упрощениям и аналогиям с меньшим числом измерений. Это как когда визуализируют искажение пространства времени, как его описывает общая теория относительности. Изображают это так, где пространство – это своеобразная ткань. В двух измерениях вместо трех. Хотя вообще более корректно это искажение пространства было бы изобразить так. С три браной мы поступим так же. Уберем одно пространственное измерение и представим ее как вот такой двухмерный объект. Вот своеобразный лист, возможно, бесконечно продолжающийся во все стороны. Здесь я нарисовал его с границами, но это опять же для простоты. Все планеты, звезды и галактики находятся на этом листе. Это раз. Далее струны, которые создают то, что мы наблюдаем как различные частицы. Они могут быть двух типов – открытые и замкнутые. Замкнутые напоминают петлю, а вот у открытых есть два конца. И вот что делать тем струнам, у которых есть два конца? Куда им эти концы девать? Расчеты показывают, что единственное место, к которым они могли бы прицепиться – это брана. Более того, открепить эти концы от бран невозможно. То есть все струны, которые своими вибрациями порождают электроны, кварки и даже частицы, которые являются переносчиками фундаментальных взаимодействий, вроде фотонов или WZ-бозонов, эти струны могут свободно перемещаться по бране. Но вот отцепиться от нее не могут. А значит и мы, которые на фундаментальном уровне из этих струн состоим, не можем покинуть свой мир брану. Но это все касается открытых струн. Но я еще упомянул замкнутые. И учитывая свойства пока гипотетической частицы гравитона, которая может быть частицей-переносчиком гравитационного взаимодействия, струны, которые представляют гравитоны, могут быть единственными замкнутыми струнами. А если они замкнутые сами на себе, это значит что? Что они ни к чему не прикреплены. А значит они могут покидать нашу брану. В некотором смысле покидать нашу Вселенную. Как бы утекать из нее, действовать в других измерениях. И с учетом этого всего, на самом деле гравитация намного мощнее. А то, что мы наблюдаем на своей бране в трех измерениях, кажется нам более слабым. Да, это все пока лишь в теории, но все же это не просто чей-то больной бред. Все, о чем я говорю, следует из конкретных расчетов. Если в реальности все действительно так, то получается, подпрыгнув и неотвратимо вернувшись назад под действием притяжения планеты, вы в некотором смысле через гравитацию можете ощутить связь с чем-то, что находится за пределами нашей три браны. За пределами нашей Вселенной. Если существует наша три брана, на которой мы живем, и если гравитоны или струны-петли, отвечающие за гравитацию, могут утекать, то вопрос куда? Наша брана может существовать в еще большем пространстве вероятно больших размерностей. На английском его называют «балк», что можно перевести как «основная масса», «куча», «кипа». В общем, что-то вроде гиперпространства, в котором находится наше трехмерное подпространство. Ну и кроме нашей браны, в этом балке вполне могут существовать и другие браны, другие вселенные. Сложно уложить в голове, как рядом могут находиться два трехмерных, возможно, бесконечных объекта. Но это скорее проблема нашего ограниченного мозга, который не привык работать с такими понятиями и измерениями. Проще всего это представить, опять же, в аналогии с меньшим количеством измерений. Два или больше двухмерных, возможно, бесконечных листа, находящихся внутри трехмерного пространства. В таком сценарии другая Вселенная внутри этого балка может находиться совсем близко к нам. Возможно, буквально в сантиметрах от нас. Но поскольку мы намертво прицеплены к своей бране, никак покинуть свою и перебраться на другую мы не можем. Идея, конечно, кажется совершенно сумасшедшей, что вот где-то прямо здесь или здесь может скрываться другая Вселенная. Свет оттуда мы не видим, но гравитацией обмениваемся. И в каком-то смысле можем ее потрогать или повзаимодействовать с ней. Но зато, когда мы говорим о разных видах мультивселенных, все же можно описать, где эти другие Вселенные находятся. Хоть и трудно себе представить пространство больших размерностей. Здесь есть еще одна интересная идея. Браны внутри балка могут двигаться. А если две браны движутся навстречу друг другу, могут ли они столкнуться? И что произойдет в этом случае? Вполне вероятно, что такое событие было бы катастрофическим. И произошел бы огромный выброс энергии. Че эти к чему я клоню? Мощное событие Вселенского масштаба? Некоторые ученые высказывали мнение, что наш большой взрыв мог быть результатом столкновения двух бран. Часто говоря о большом взрыве, люди задают вопрос. А что взорвалось? Где этот взрыв произошел? Хоть на самом деле слово взрыв тут используется очень вольно. И с привычными нам взрывами тут нет ничего общего. Все же, такая идея могла бы дать ответ на эти вопросы. Откуда выброс энергии? Из столкновения бран. Где это произошло? В пространстве уровнем выше. В балке. Возможно, столкнувшиеся браны уже обладали какой-то структурой. Своими галактиками. Но в столкновении они уничтожились. И это положило начало новой вселенной. Тут можно органично приплести гипотезу циклической вселенной. Которые вселенные рождаются, умирают, рождаются снова и так далее. Еще высказывались идеи, что такой подход миронабрания мог бы решить, например, проблему темной материи. Решение, правда, необычное. Многие из вас помнят, что подтемной материи имеют в виду недостающую массу вселенной, которая, согласно расчетам, необходима для того, чтобы объяснить поведение звезд в галактиках и галактик в скоплениях. Но которую мы не видим и найти пока не можем. Массы должно быть больше. Вроде как через гравитацию она взаимодействует. Да и только. Эффекты видим, а массу нет. Так вот, мирнабрания предлагает такое решение. Брана в нашей двухмерной аналогии, опять же для упрощения, может быть не просто листом, расходящимся во все стороны, а она может быть сложена вот таким образом. И звезды, которые находятся далеко друг от друга вдоль Браны, через пространство больших размерностей, могут находиться в миллиметре друг от друга. И гравитация, как вы помните, может утекать через балк. То есть скрытой массой является обычная масса, чья гравитация срезает путь через гиперпространство. И как раз воздействует только гравитационно, прям как темная материя. Нечто подобное из темной энергии, которая, как сегодня считается, является источником ускоренного расширения Вселенной. А конкретно мирнабрания может решить проблему космологической постоянной. Теория предсказывает очень большое значение, а на практике мы измеряем значение намного порядков меньше. Тут опять же на помощь могут прийти дополнительные измерения. Может мы измеряем меньшее значение, потому что она утекает в другие измерения? Это все, конечно, прекрасно и интересно, но есть одно но. Как это все проверить? Родственная идея мирнабрания теории струн до сих пор не была проверена. За десятилетия существования с одной стороны был достигнут большой прогресс. Теоретически. С другой стороны, сейчас все чаще можно услышать фразы вроде «теория струн в тупике» или «она неверна». Вроде бы все более точные математические модели привели к хитрой ситуации. Пытаясь понять, как именно могут быть закручены дополнительные измерения, новые методы привели не к тому, что количество кандидатов вариантов пространств уменьшилось, а наоборот их стало больше. Их стало очень много. Десять в пятисотой степени. Больше, чем частиц в наблюдаемой Вселенной. И как понять, какой из этих вариантов будет описывать нашу Вселенную? Это мы еще говорим о теоретических расчетах, а не о практической проверке. Но все же некоторые варианты экспериментов, которые, если не подтвердить или опровергнуть однозначно, но хотя бы смогут наложить некоторые ограничения, обсуждаются. Например, для некоторых сценариев мира набрания ограничили размер дополнительных измерений на масштабах меньше миллиметра. Через наблюдение за сверхновой 1987А. Дескать, часть энергии при взрыве могла утечь в другие измерения. Также физики ищут аномалии в экспериментах на ускорителях частиц. В столкновениях частиц можно попытаться обнаружить следы утечки гравитонов в другие измерения. Далее такие утечки можно попытаться обнаружить, непосредственно измеряя саму гравитацию. Правда, учитывая слабость гравитации, измерить ее на маленьких масштабах непросто. Например, на 2021 год наименьший масштаб, на котором удалось измерить силу гравитации, в эксперименте такой. Притяжение между двумя маленькими сферами из золота, между которыми было несколько миллиметров. Косвенно могут здесь помочь и некоторые космологические наблюдения. Например, если рассматривать сценарий циклической вселенной в мире набрания и сравнивать его с более классическим сценарием эволюции вселенной, то в теории в наблюдениях можно найти следы, которые говорили бы в пользу той или иной версии. В начале вселенной в обычном сценарии могли возникнуть гравитационные волны, которые бы оставили заметный след в реликтовом излучении. И при столкновении Бран этих следов мы бы не нашли. Так что если их так и не найдут в будущем, возможно, это будет говорить в пользу циклической вселенной. Но все же стоит признать, что пока идея мира на Бране и тем более существование других вселенных в многомерном пространстве достаточно спекулятивная. Безусловно, интересно размышлять о том, что в миллиметре от нас может находиться другая вселенная, отделенная от нас дополнительными измерениями. И что даже есть канал в виде гравитации, через который мы как-то с ней можем взаимодействовать. Но до проверок уровня общей теории относительности тут еще очень далеко. Но, по крайней мере, они не совсем невозможны. Когда около ста лет назад Эйнштейн предсказал гравитационные волны, даже представить себе было сложно детекторы вроде обсерваторий LIGO и VIRGO, которые сейчас рутинно регистрируют гравитационные волны от событий слияний черных дыр и нейтронных звезд. Но тогда это показалось бы невозможным. Но прошло сто лет, и это уже наша реальность. Так что, может, еще через сто лет, ну или через тысячу, если мы, конечно, сами себя не уничтожим, мы приблизимся к более глубокому пониманию устройства Вселенной. Друзья, спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и группу ВКонтакте, чтобы получать дополнительный космический контент и оставаться на связи. И огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусте, на Патреоне и на Ютубе. Для вас каждые две недели выходят эксклюзивные видео. Еще раз всем спасибо. Пока!